Привет. Привет. Я это самое, под VPN. Получается? Удовольствие можно получить? Да, да. Реально, вот все новые развлечения такое, да, правда есть? Я ни разу не пробовал, честное слово. Ну, мне как бы и бесполезно даже. Ну, я так, я тебя искал. Ну, интересно, как бы я к тому, что вот другие, я не про себя, я к тому, что делать вид, что, например, сам из России, можно получить удовольствие? Ну, не знаю, может первые 10 секунд. Ну, хотя бы так, что многие говорят, что да, новое хобби у людей. Я перебил, есть вопросы ко мне наверняка? Есть один серьезного характера, но я боюсь, ты не ответишь, я все равно задам. Ты веришь в Бога? Я не обсуждаю это в чат-рулетке, я уже говорил это. Понял. Жалко. Ну, такой же. Хорошо. Тогда не серьезного характера. Почему небо голубое? Я не знаю. Я так, вопрос о том, почему нам вода окажется синей. Это преломление света, там вот такие оптические. Ну, там рассеивание. Штукенция. Да, и то же самое. На самом деле вода ни разу не голубая, не синяя, не зеленая, она бесцветная. Ну, либо она, если с примесями, то как бы, если мы говорим про просто воду, да, но там та же самая штука, там просто рассеивание света, оптика. Ну, это как бы такое. Это то же самое, почему происходит вот северное сияние. Да, это рассеивание определенного спектра. Ну, так. Слушай, хотел поправочку маленькую по поводу, значит, почему летом тепло, а зимой холодно. То есть, вот этот ответ про земную ось, он как бы такой немножко не... То есть, ну, вот если спросить тебя, вот почему ты переехал в Одессу из Луганска, ты бы ответил, ну, потому что Майдан произошел. То есть, связь как бы есть, но она не непосредственная. То есть, можно сказать, ну, если точно, да, то потому что количество солнечной энергии на вот эту вот местность, да, на эту площадь, там, ее зимой меньше, летом больше. А почему? А из-за продолжительности святого дня. А уже продолжительность святого дня, в свою очередь, от наклона... Это вообще не важно. Суть этого вопроса не в том, чтобы найти человека, который даст правильный ответ. И многие... Можно найти любой другой вопрос. Любой другой вопрос. Я раньше всех мучил тем, чем, собственно, кошка от собаки отличается. Это был мой коронный вопрос очень много лет. Всегда. На этом вопросе сыпятся люди, которые не могут выстраивать никаких вообще в голове рассуждений. Тут же срабатывает у него щелк, и он либо отключился, либо, наоборот, включился, потому что вопрос-то интересный. Да. Если человек не помнит, он начинает размышлять, размышлять вслух. У него глаза загораются и начинает работать вот там, вот там. Да. Количество света, количество энергии, наклон оси, ближе к Солнцу, дальше от Солнца. Вообще, в целом, там, какие-то... Насколько наклонена ось? Если бы она была наклонена, еще бы больше. А если бы мы чаще бы вращались вокруг своей оси? Это же интересно. И тогда человек начинает рассуждать, и это такой, как бы, ну, как лакмусовая бумажка. Опустил, проверил, малиновое, все понятно. Опустил, не поменяло цвет, все понятно. Так вот, задаешь такие вопросы, и сразу видно, размышляет человек или нет. А правильность ответа, она вообще не играет никакой роли. Человек может быть умным и не знать ответа на этот вопрос. Да, рано или поздно просто тебе попадет человек, который тебя вот... А я не обсуждаю это, мне это самому не интересно. Он скажет, что ты приносишь вреда больше, чем пользы. Мне это не интересно, мне ответ на этот вопрос не интересен. Понял, понял. Мне интересно само рассуждение, либо человек рассуждающий, либо нет. Какая разница? В конце концов, любой рассуждающий человек откроет интернет и прочтет. Вот, не обязательно знать, какого цвета зеркало. Вовсе не обязательно. И большая часть людей этот ответ на этот вопрос и не знают, и не нужно. А нужно, когда тебе задают вопрос, заинтересоваться, говорить, о, действительно слушай, как интересно. Это для большинства. Но те, кто немножко близок к науке, они тебе скажут, что упрощать, оно, конечно, хорошо, но не везде. Правильно. В науке упрощать. И здорово. Поэтому, когда человек хоть минимум размышляющий, то можно с ним обсудить что-нибудь серьезное. А этот вопрос, он нужен для того, чтобы отсечь, когда человек начинает рассуждать о геополитике, о сложных вещах. Его нужно сразу, ему входной контроль, у него выяснить, разбирается ли он в простых вещах. Или, скажем так, готов ли он в них разобраться. Если он и в них разобраться не готов, то не стоит лезть в геополитику. Там все гораздо сложнее. Это шахматы. Начните с шашек. Тут вот так, тут по диагонали, тут бам, тут перескочил, тут дамки, бац, 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 все и закончилось. Вот и вся партия. Начните играть в крестики-нолики, в конце концов. Зачем сразу идти в двухмерные шахматы, где вообще все сложно. Для чего? И с закрытыми глазами, да, не глядя на доску. Не нужно этим заниматься, нужно это делать постепенно. Если человек хотя бы минимально размышляющий, тогда можно с ним обсудить сложные темы. Если нет, то нет. И это видно сразу. Зрители это ощущают, но не описывают в комментариях. Они говорят, о, этот тоже не знает, типа, ответ на этот вопрос. Но в геополитику лезет. Этот мальчик, он не знал 6 умножить на 4, сколько? Но он, несмотря на всю его агрессию, и рассказывай мне хохол быстро про вашу демократию, хератию, да, он агрессивный, плюс еще он тупой. Но ведь этот вопрос его заинтересовал больше, чем геополитика. Он готов был обсуждать таблицу умножения и дальше. А большинство людей не готовы обсудить, почему ли там тепло, зимой холодно, сказать, слушай, я не знаю, ну интересно, и начать это все обсуждать, эту тему. Они не готовы. Этот парень был умнее. Хотя на самом деле, ну понятное дело, что дурак дураком. Скорее всего, психически болен. Были сорословские олимпиады, математические. И на одной олимпиаде безоговорочную победу получил мальчик, школьная олимпиада, который не ответил ни на один вопрос правильно, вообще. Не дал ни одного ответа. Вот там 12 заданий, например. И он не решил ни одно. Абсолютно, совершенно. А победил безоговорочно. Его забрали в Америку, все, нам типа такие нужны. Там были геометрические задачи. У него подход особенный был. Нет, там очень важно. У него были геометрические задачи. И геометрические эти задачи, естественно, решались на евклидовой геометрии. Потому что параллельные прямые в пространстве не пересекаются. Ну это аксиома, и из этого исходит, и так далее, и так далее. Ну и там это нужно решать. А парень вдруг поставил это под сомнение. И сказал, как бы, ну не будем рассматривать, что это аксиома, попробуем это доказать. Ну и там что-то там клякал, 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 и как бы, ну понятно, что он там накалякал, школьник. Он победил. Это гений. Если он это сделал несознательно, ну то есть, как мы сказали, там учителя, ты так вот сделай, и там победишь. Вот если это была не заготовка домашняя, а парень это сделал реально, а скорее всего, что он это сделал реально сам. Это гениальность, это Лобачевский. Потому что параллельные прямые в пространстве пересекаются. Для этого и Google, и крупные компании сейчас на собеседовании дают задачи, которые вообще не имеют решения. Но они показывают... Это то, как решает человек эту задачу. Да, как он подходит вообще к ней? По-моему, Герман Титов был космонавт такой. Там была задача. Я могу сейчас ошибиться, ошибиться, но по крайней мере у меня так в памяти отложилось. Для космонавта была задача на нестандартность мышления. Им давали листик, листик бумаги, да. И там говорю, проведите, поставьте две точки на этом листике. Ну, самым нестандартным. Ну, как вы считаете? То есть, там не было задачи нестандартно мыслить. Но как бы они понимали все, что это задача на нестандартность мышления. И вот кто-то оставил их там по диагонали, наиболее там оригинальным образом. Кто-то наоборот там в центре две точки. Кто-то одну точку большую, одну там маленькую. Ну, как можно тут разнообразить? А все эти ответы, они четко прочитывались. То есть, если человек взял... А их не так много вариантов на самом деле. Ну, не так много. Что-то можно такого изобрести. Вот тебе листик, вот тебе точки. Ставь и ставь. А он взял, поставил одну точку на одной стороне листика, а другую на другой стороне листика. А у них такого ответа не было. То есть, задачи эти, они рассчитаны на какой-то процесс мышления. Не на результат мышления, а на процесс. Потому что в процессе мышления над одной задачей можно решить кучу других задачей. Нечто похожее наблюдал, мне тоже стало интересно в школе 1 сентября. Ну, дочку повел, первый класс. Там познакомились, учитель в классе, все. И, значит, говорит, сейчас каждый ребенок подходит к доске, а там висит такой улей большой. А у каждого ребенка пчелка есть. И она говорит, каждый подходит и клеит пчелку на улей. Ну, улей довольно здоровенный. Каждый мальчик и девочка подошли, приклеили, ну, наверное, процентов там 98, они облепили этот улей. И буквально пару человек, они, значит, кто на веточку, а кто туда, знаешь, ну, тоже интересно понаблюдать, насколько... А надо было на цветочек посадить куда-нибудь. На цветочек, да. Надо было на цветочек. Это в американских, да, этих компаниях, как приходят на собеседование человек, прием на работу, ему показывают картину, где акула, собственно, в воде, да, и несколько пловцов. То есть, один пловец охотится на акулу, второй притворился, что он там, как бы, веник, да, и, как бы, чтобы акула просто незаметна. Третий просто плавает, наслаждается жизнью. Ну, и там четвертый, там, например, в испуге убегает от акулы. И он спрашивает, с кем вы себя ассоциируете? Ну, и в зависимости от того, с кем человек-то там себя ассоциирует, он отвечает, и отвечает, почему. А ответ один, нам нужны сотрудники, которые ассоциируют себя только с акулой. Да, тоже. Говорит, вы знаете, у нас очень чистоплотная компания, вообще, на самом деле, все сотрудники очень чистоплотные, мы к этому относимся очень серьезно. У нас коврик перед дверью стоит, на улице грязно. Вы вытерли ноги? Да, 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 конечно, вытерли. Но больше, чем чистоплотность, в нашей компании ценится правдивость. У нас нет коврика перед дверью. Да, 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 отлично. Поэтому эти вопросы, они нужны не для ответа, а для, как бы, немножко для другого. Поэтому, почему летом тепло, а зимой холодно, пусть изучают. Но факт не в правильности ответа, а в том, насколько это вообще, насколько это вообще людям интересно. Да, 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 я понял. Насчет Бога, вот я просто, я понял, что ты не ответишь, конечно. Мне почему стало интересно, насколько далеко ты зашел в поисках ответов. Я нашел ответы на все свои вопросы. У меня больше нет вопросов. Мне, знаешь, понравился аргумент один. Есть такой астрофизик, Нил Деграсс Трайсон. Ну, может, слышал, нет? Ну, популяризатор науки. Он говорит, ну, по поводу того, как вот люди образованы, ближе к науке, которые они любят нападать на более простых людей по поводу веры и религии. Насколько это глупо, да, и почему же, как же так. Ну, там, популяризаторы особенно любят, значит, эту тему. Он говорит, вот, говорит, было исследование. Ну, оно действительно было. Вопрос простой, верите ли вы в Бога? И спрашивали у разных, ну, как бы, классов. То есть, обычный человек без образования, потом там средний, ну, в Штатах у них как идет? Ну, там уровни образования есть там, да, да. Да, да. Потом, значит, там Гарвард, ну, университеты хорошие, престижные. И самый топ, это, значит, у них Академия наук США. То есть, там, ну, вообще, самый топ ученые, да, самые лучшие собраны. И по процентному соотношению, оно примерно так вот, ну, то есть, самые простые люди верили, скажут, 80% ответов, да, верим, там, 60-40. И вот у ученых в Национальной Академии наук 7% верующих в Бога. И он сказал, пока там не будет ноль, вот туда, пожалуйста, претензии свои полностью уберите. Здесь такая штука, что этот путь проходят люди, в основном, если они хоть минимально размышляющие, хоть минимально вообще. Они этот путь проходят. Они ищут ответы на свои вопросы. Можно это назвать поиском Бога, можно назвать это просто, там, философский, да, человек задает себе вопросы, он понимает, как устроен этот мир, и ищет на них ответы. Я нашел ответы на эти вопросы. Но этот такой путь, который подходит и касается только меня, и его невозможно пройти другому человеку. У каждого свой этот путь. У кого-то длинный, у кого-то короче, у кого-то сложнее, тернистый, а у кого-то вообще простой. Поэтому тут такое, это не подходит. Все знают, как варить правильно пельмени, как их сделать, как их слепить, да. Столько-то грамм муки, столько-то грамм соли, сахара. Мясо вот так, тут вот так свернули, варить 10 минут, достать, все, откинуть и, собственно, маслечком. И все это могут сделать по рецепту. Четкий рецепт. А рецепт в нахождении ответов на свои вопросы, на самые жизненно важные вопросы, нет. Это то же самое, как воспитывать детей. Никто не знает, как их воспитывать. Никто. Тот, кто воспитал троих детей, не может дать совет тому, кто воспитывает одного ребенка. Потому что дети все разные. И советов их нет. Это не пирожки жарить. И не пельмени варить. А ты знаешь как? Ты вот возьми вот так ему, скажи. Или дай ему вот так вот. И все. Говорит, ну с твоим ребенком. Это работает. А с моим нет. У меня дети все разные. Не работает. То, что работает с одним, не работает с другим. Это нет, в этом нет рецепта. Поэтому эти вопросы, они сложны. И мне кажется, их в блогах, не в личных беседах в жизни я разговариваю на эти темы. А в интернете, в блогах для большого количества людей, мне кажется, они не подходят. Ну или по крайней мере, мне пока так кажется, что пока не подходят. Ну а там посмотрим. Окей. Не буду тебя задерживать. Спасибо. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok